Все разевают рты, хором кричат. Нобелевскую ему! Писателешка вы задрипаны. Литературу Альфред Нобель включил в список номинаций, потому что любил поэзию и сам иногда писал пьесы. Медицина или физиология, именно так через или. Еще одно не случайное направление. Меценат был отчаянным и похондриком. Много болел и очень боялся этого. С физикой и химией все просто и логично. Изобретатель относил себя и к физикам, и к химикам. Ну а в деле с пятым направлением Нобелевской премии мира, которую, согласно завещанию Альфреда, вручают за укрепление братства между народами и сокращение армий, замешана любовь к женщине. Была одна из немногих женщин в жизни Нобеля, Берта фон Зутнер, которая была такой достаточно яростной пацифисткой. Вот именно она уговорила Нобеля добавить еще номинацию премию мира. Берта же стала первой женщиной, получившей эту награду, как борец за мир. Последние 55 лет также вручается неофициальная Нобелевская премия памяти изобретателя по экономическим наукам. Премия объявляется на нескольких языках, на которых говорил сам предприниматель и ученый. Русские в их числе. Создатель динамита родился в Стокгольме в семье шведского промышленника, архитектора и инженера Эммануэля Нобеля-младшего. После банкротства и пожара в собственном доме Нобели перебрались в Санкт-Петербург. Отец Альфреда был личностью предприимчивой. Он изобрел фанеру, производил морские мины, скорострельные пушки, надувные военные рюкзаки, работал над торпедой. Заказы для русской армии и поддержка царской фамилии приносили хорошие деньги. Процветанию бизнеса Нобеля способствовала и Крымская война, которая началась в 1853-м. К управлению многочисленными предприятиями отец семейства привлекал сыновей. Что же касается юного Альфреда, в Санкт-Петербурге он быстро обнаружил склонность к наукам и языкам. В выборе профессии будущего изобретателя поддержал сосед семьи, русский химик Николай Зинин. Во-первых, он посоветовал отцу Нобеля отправить его учиться в Европу, в Штаты, ему учиться физике и химии. Он разглядел в Нобеле химика хорошего. А потом так получилось, что Нобель именно у него подслушал, увидел идею стабилизации взрывчатого вещества, нитросоединений. Зинин подсказал Нобеле, что вот глинистыми веществами можно стабилизировать динамит. В принципе, потом еще очень долго обижался, что Нобель у него украл, ну, украл идею динамита и сделал на этом состоянии. Но на пути к этому состоянию случались трагедии. Он годами учился управлять непредсказуемым нитроглицерином. Однажды тот взорвался в помещении, погибли люди, в том числе младший брат химика, а его отец слег после случившегося. И все же изобретатель продолжил эксперименты и приручил непокорную смесь. Так появился детонатор, динамит, а затем гремучий студень. Еще более мощная взрывчатка — это тоже изобретение Нобеля. Кроме того, Альфред с родными занимался нефтедобычей и нефтеразработкой в Баку. Бизнес процветал, деньги лились рекой. Но случилось то, что для ученого стал еще одним сильнейшим ударом. Он прочитал в газетах, что журналисты называют его убийцей, позором человечества и миллионером на крови. У Нобеля произошел нервный приступ. Ведь он-то создавал динамит для горнодобывающей промышленности, для мирных целей. Был убежденным пацифистом, считал, что если люди увидят кошмарные последствия взрывов, они вообще перестанут воевать. И уж точно не хотел войти в историю торговцам взрывчатой смертью. Спустя семь лет изобретатель подписал завещание, по которому большая часть его состояния должна была перейти в доверительное управление. Вкладываться в ценные бумаги, а проценты шли бы на выплату премий ученым, литераторам, тем, кто сохраняет мир и вообще его меняет. Вне зависимости от национальности и политических взглядов. Выступавшие подчеркивали огромный вклад Шолохова в мировую литературу. Король Швеции Густав VI Адольф вручил писателю медаль и диплом лауреата Нобелевской премии. Нобелевскую по литературе в разные годы получали лауреат Сталинской и Ленинской премии, певец Донского казачества Михаил Шолохов и, не принявший революцию, белый эмигрант Иван Бунин. Бывший узник ГУЛАГа, диссидент Александр Солженицын и Борис Пастернак. Решение Нобелевского комитета, по которому руководство СССР вообще расценило как попытку втянуть страну в очередную стадию Холодной войны. Но в числе великих не только русских имен, получивших премию за научные достижения, исследователь иммунитета Илья Мечников и физиолог Иван Павлов, отважная женщина, изучавшая радиацию Мария Складовская-Кюри, открыватель излучения, с которым с детства знакомы все мы, Вильгельм Рентген и автор теории относительности Альберт Эйнштейн. Свою премию иногда лауреаты ждут десятилетиями. Считается, что открытия должны пройти испытания временем. Возможно, это связано с тем, что дважды Нобелевская присуждалась ошибочно. Это премия Йоханнаса Фиткера, который предположил и, кажется, даже доказал в своих экспериментах, что некоторые виды рака вызываются червями-паразитами. Потом выяснилось, что это было трагическое стечение неправильных экспериментов и неправильных их интерпретаций. Вторая, еще более печальная ошибка, это когда в 1949 году португалец Эгаш Мониш получил Нобелевскую премию за открытие способа лечения шизофрении. Он называл это лейкотомией. В США получил название лоботомия. И несмотря на то, что последующие эксперименты в Советском Союзе, в Европе, показали неэффективность этого метода, что он не лечит, а просто превращает людей в овощи, в Штатах как раз Нобелевская премия Мониша была поднята как рекламный транспарант. И люди, в принципе, не имеющие соответствующего образования, разъезжали по Штатам и делали лоботомию всем желающим, всем, кто хочет провести такую операцию со своими близкими, которые мешают. Сейчас Нобелевские лауреаты получают до 1 миллиона долларов. Премия дает статус, славу и пожизненное мировое признание, что порой проявляется даже в самых неожиданных ситуациях. Нобелевский лауреат, получивший тот же полмиллиона долларов, половину премии, пошел в одну крупную компанию по производству мотоциклов, говорит, продайте мне самые-самые крутые мотоциклы. Мы сказали, мы вам не можем продать мотоциклов. Вы, Нобелевский лауреат, мы вам можем его только подарить. Альфред Нобель панически боялся быть похороненным заживо. У выдающегося изобретателя и мецената были свои странности. Но он точно обрел настоящее бессмертие, как человек, который сначала сумел перевести свои таланты в деньги, а потом придумал, как правильно их использовать на поддержку тех, кто делает мир немного лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова